Доброе утро, дорогие друзья! И сегодня очередной ролик, небольшая провокация. Для того, чтобы вы смогли взглянуть на, казалось бы, ну такую очевидную вещь в обществе, но под другим углом восприятия. Давайте сегодня поговорим о бабушках, дедушках и их роли в воспитании внуков. Ну, конечно, любой сейчас здравомыслящий человек скажет, да, это прекрасно, они помогают родителям, они смотрят деток, они ухаживают за детками, они любят детей и так далее. И это на самом деле правда, потому что, ну, наверное, самую большую любовь в жизни внуки получают от своих бабушек и дедушек, когда все идет гармонично, да. Это когда надо добавлять, потому что это бывает далеко не во всех семьях, не все семьи умеют в принципе любить, и не все бабушки в принципе знают, что такое любовь и дедушки, но те, которые знают, они щедро ею делятся с внуками. Так что ж, казалось бы, плохого в том, что мы можем спихнуть своих деток на бабушек и дедушек и спокойно заниматься своими делами. Вы знаете, когда ребенок здоров, изначально вот он родился здоров, все у него хорошо, то, наверное, без разницы мы мало замечаем, какое влияние бабушки и дедушки оказывают на наших детей. Ну, иногда там приезжает ребенок капризный, орет, что он больше туда не поедет, или он там бьется головой об стенку, или наоборот, ну, требует чего-то, либо же наоборот садится и говорит, вот это нельзя делать, туда не пойду, я такой плохой, меня надо наказать и так далее. И мы это пропускаем мимо ушей, как бред детей, которые вот были там, где-то покапризничали, и где-то это что-то как-то проявилось, да, пройдет. А когда ребенок был с аутизмом, и вот ребенок с аутизмом идет на поправку. И вот у ребенка с аутизмом очень четко видно, как грузятся программы. Например, у нас случается, что мы работаем с ребенком, у которого в полтора года там случилась прививка и случилась блокировка в развитии, он ушел в аут. И потом вот ребенку там 4, 5, 6 лет, да, и его из этого аута выводишь. И получается, что все те программы, которые его мозг должен был включить и восстановить по восприятию за этот период, они грузятся одна за одной. Причем в хаотичном восприятии. Это решает душа, в каком восприятии, в какой последовательности это все грузить. И вот она грузит. Здесь она грузит различения цветов, тут она буквы грузит, тут она цифры грузит, тут она отношения, тут она игры, тут движения, тут все вперемешку идет, да. Если у деток маленьких есть определенная последовательность, и можно почитать у Монте-Сорио той же самой, как, что, в какой период формируется, то у детей с аутизмом эта часть уже идет хаотично. Но она идет. Идет загрузка программного обеспечения. Причем она идет не последовательная, как при нормальном развитии, а параллельная, да, идет копирование информации. И в это время появляется бабушка с дедушкой. А у бабушки с дедушкой программное обеспечение от первого пентиума. Ну, либо от роботрона. А у ребенка, который вышел из ауто, все-таки он рожден уже значительно позже, и у него уже восьмиядерный. И тогда вопрос к родителям. Дорогие родители, а как вы думаете, если установить на восьмиядерный программное обеспечение от пентиума-1 или от роботрона, оно будет эффективно работать? Оно будет служить развитию вашего ребенка? Нет, господа. Возникает конфликт программ. Прямой конфликт программ. Как этот конфликт программ проявляется в жизни? Вот только ребенок пошел на выздоровление, появляется бабушка, и ребенок начинает защищаться. Ребенок будет защищаться каким образом? Он будет ее выгонять, он будет хлопать дверь, он будет проявлять агрессию. Он будет себя вести так, как он вел себя при аутизме. И тогда мамы будут писать, у нас откат, у нас все плохо и так далее. Не надо этого делать, надо убрать бабушку. Представляете, какую жуткую вещь я сейчас говорю. И дорогим мамам придется воспитывать своих детей самостоятельно. И папам смириться с тем, что бабушкам доступ на этот период, на этот период, пока дети грузятся, пока они не защищены от программного обеспечения Роботрона или Пенсиум-1, в этот период надо родителям заниматься своими детьми самостоятельно. Этот период может дотянуться, а дети могут привыкнуть жить без бабушки. А кто им будет тогда давать любовь? Представляете, вот так распространяется волна развития в человечестве. Капля упала, и волны побежали. И в таком случае, если бабушка хочет общаться со своим ребенком на равных, ей надо вот здесь переустановить Пенсиум на восьмиядерный, поменять программное обеспечение. И это тоже вариант. И если в технике это все значительно сложнее, то в головах людских это намного проще. И та же самая бабушка может отказаться определенных своих привычек осознанно и заменить их на более эффективные моменты восприятия, именно те моменты, которые будут уже состыковываться с новым программным обеспечением выздоравливающего ребенка. Да, сложно, но как по-другому вытолкнуть в развитие бабушки. А это все души на их уровне. Это все просчитано, продумано, очень логично. И нет ни одного действия, которое бы душа свершала просто так. Логика подсознания настолько четкая, настолько техничная, что когда смотришь, вот сам бы никогда до этого не додумался. А души иногда такие узлы мудреные закручивают, которые проявляются в этой реальности определенной ситуацией, игрой, поломкой, капризом, ударами, башкой об стенку или еще чем-то, что смотришь на это и думаешь, блин, вот, наверное, круче сценария ты бы сам не придумал. А души все равно придут к тому, к чему надо. И бабушка начнет развиваться. Либо бабушку вычеркнут из жизни. Точно так же начнет развиваться папа, точно так же начнет развиваться мама и точно так же будет идти динамическое движение, волна за волной будет расходиться всего лишь от одной капельки капельки осознанности, которая включилась у ребенка. И не важно в данном случае ребенок аутист или не аутист или он здоров. Просто ровно такая же история и с детьми абсолютно здоровыми. Только родители ее не видят. Только родители включаются в игру и зачастую становятся на сторону мамы, сторону папы, сторону бабушки. Начинают защищать бабушку, прессовать ребенка. Становятся на сторону учительницы, начинают прессовать ребенка. А у ребенка при этом рождается травма предательства, которая потом разовьется в какое-то заболевание зачастую серьезное типа бокового миотрофического склероза, рассеянного склероза, онкологии и так далее. Это все на травмах предательства, господа. Абсолютно логичная штука в подсознании и абсолютно нелогичное поведение взрослых людей. Подумайте об этом. Еще одна провокация от инфодайвинга в наш социум. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!